Если предотвратить новое наступление коронавируса во многом в наших силах, то подорожание энергоносителей и экономические последствия военных действий в Украине с неохотой прогнозируют даже специалисты. Вести энергия уже поговаривает о том, что предстоящей зимой стоимость электроэнергии может быть еще выше, чем минувшей зимой, а шок от прошлой стоимости мы все помним. Все сланцевые электростанции работают и сейчас, будут с большой мощностью работать и в конце года. А ведь еще недавно такую энергию называли не иначе, как грязной. Лето нам все же спасает солнечная энергия. Но перебои с энергоснажением в стране не грозят. Неудивительно, что и премьер-министр на пресс-конференции говорил об энергетической безопасности. Проект плавучего терминала сжиженного газа из политической плоскости переходит в практическую. Здесь три разных уровня. Во-первых, труба, которая соединит причал с газовой сетью и финско-эстонским газопроводом «Балтик-коннектор». Во-вторых, причал для обслуживания, который построит частная фирма. И в-третьих, собственно, плавучий терминал, об аренде которого мы договорились с финнами. 20% аренды оплачиваем мы, а 80% финны пропорционально потреблению газа. В конце года плавучий терминал должен пришвартоваться в Палдиске. Далее он переместится в Финляндию, где потребление газа в 5-6 раз выше, чем в нашей стране. Это позволит целесообразнее использовать «Балтик-коннектор». Хорошо, что когда-то обе страны не сомневались необходимости строительства этого многомиллионного газопровода из Финляндии в Эстонию по дну Балтийского моря, поддержанного ЕС. Его цель – уменьшить зависимость страны от поставок российского газа. Теперь она будет реализована. Также принято решение закупить стратегический запас газа объемом в 1 тераватт-час, что составляет пятую часть годового потребления. Запас мы будем хранить в латвийских газовых хранилищах в Винчукаунсе. Сейчас там в основном хранится газ, купленный в России. Но это прежние запасы. Важно то, что больше мы российский газ покупать не будем. Мы купим его по частям в других странах. Так что дефицит газа Эстонии грозить не должен. Премьер-министр также напомнила, что часть котельных в случае необходимости технически может перейти и на жидкое топливо. Пока правительство верит в то, что нормировать или ограничивать потребление газа не придется. Ну и, конечно, Каякалас сообщила о неослабевающем внимании кабинета министров ситуации в Украине. А также об опасениях, что и для Эстонии 9 мая тоже чрезвычайно острая тема и к ней нужно отнестись со всей серьезностью. Михаил Владиславов, Петер Илевайн, Новости Таллина.